Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной Чебурашка, друзья, он уже стал героем книги, стал героем мультфильмов, художественной ленты, но есть информация, что теперь Чебурашка покоряет еще индустрию шоу И тут барабанная дробь подробностей Роман Режиссер шоу, лауреат театральной премии «Золотая маска», «Чайка» и московские дебюты Нина Чусова у нас в гостях, здравствуйте А также постановщик шоу, цирковой режиссер, солист «Цирк Дю Солей», автор уникальных трюков, вошедших в энциклопедию циркового искусства Андрей Кольцов, здравствуйте Как так случилось, что вы нашли друг друга? Давайте начнем с этого Это судьба Мне кажется, потому что изначально была задумка этого шоу, как некое такое синтетическое действие, где переплетаются различные виды искусства И цирк, и театр, и вокал, и танцы, и так далее Конечно, без Андрея мы бы никак не обошлись, потому что он как раз именно, я скажу так, не совсем цирковой режиссер, я бы сказала, цирково-театральный О, еще по себе Потому что эти все трюки, они не отдельно, как вот сейчас будет трюк, они вписаны в концепцию и в канву того, что происходит на сцене И поэтому будет много чего удивительного За все удивительное у нас отвечает Андрей Вот так Как-то Андрей, по-моему, сказал, что немножко так цирк на стероидах, что-то такая была фраза у него где-то в интервью В одном из моих старых интервью, да, я говорю Сейчас как? Это еще правда? Это все еще правда Стероиды становятся лучше, сильнее С каждым годом мы становимся все лучше и лучше Друзья, 20 августа, может быть, кто-то не знает, ну вдруг 2-3 человека, отмечается день рождения Чебурашки Это я подсмотрела в календаре, вы в курсе, что 20 августа день рождения Чебурашки? Ну теперь будем знать, конечно, будем праздновать Классный праздник, тем более, что повод у вас отличный, вы подготовили для нас всех вот такой шикарный подарок Шоу, я так понимаю, что будут трюки, будут театральные номера и будут музыка, да, песни какие-то Да, это спектакль на самом деле, который включает вот эти все компоненты, потому что у нас и артисты живьем исполняют, и артисты не самые последние, а самые первые артисты мюзиклов И лауреаты тоже золотых масок и так далее, поэтому я считаю, что это полноценный такой спектакль, это непривычные нам вот эти шоу, где какие-то ростовые куклы там и так далее Это настоящий сочиненный спектакль от начала до конца, где-то совпадаем с сюжетом фильма, а где-то и нет Все тайны не буду раскрывать, но там ждет очень много интересного И это на самом деле такая приключенческая история Чебурашки, с которым происходят различные какие-то вещи, которые в фильме нет Дорогие друзья, очень скоро будут подробности, сейчас небольшая пауза, но потом вернемся к разговорам Дорогие друзья, целый год Чебурашки уже постучался к нам в двери, мы рады, что это происходит И в гостях у нас сегодня в рамках «Полезного времени» два режиссера Нина Чусова и Андрей Кольцов Которые рассказывают, как создавалось шоу, которое очень скоро пойдет, я так понимаю, в Москве, а потом и не только в столице Нина, подробности давайте сначала про то, когда и где в Москве все это будет происходить В Москве это будет происходить на острове мечты, или как сказать правильно, в зале Москва, в новом зале Очень, мне кажется, приятно будет для зрителей все это будет большое и так далее, вместительный Вот, и это стартует все с 27 июля уже вот-вот, поэтому все так немножко эх Волнуетесь? Уже следующий четверг На финишной прямой, да, и потом, конечно, это будет происходить шоу и в других городах России Вот сейчас определяется определенный гастрольный график, наверное, все это узнают, в какой последовательности все это будет происходить Конечно, хочется, чтобы как можно больше людей увидели наше шоу в том виде, в котором оно есть в Москве Это очень сложно Поверьте мне, что технические сложности этого шоу, они, ну, я считаю, что вот, ну, аналогичного ничего не было для детей Мне всегда всю жизнь хотелось сделать такое шоу для детей, где просто по высшему разряду Не по принципу, что это вот все, что осталось от взрослых, а именно как раз вот эх А взрослым будет интересно? Конечно, есть зоны для взрослого зрителя И мы даже и не рассматривали просто, чтобы прям для детей там маленького возраста Это было бы неправильно Это неправильно, конечно, потому что все дети приходят с родителями, с мамами, папами, бабушками, дедушками Одного ребенка, два родителя Да, да, да Опять-таки, так как Андрюша у нас цирк Десалей представляет определенное количество времени там работал Вот, поэтому, ведь вы же когда на их представлении бываете, то есть это же не важно Завораживает Это не важно, ребенок взрослый, и хотелось бы создать вот это ощущение То есть чебурашка где-то будет парить, что-то какие-то трюки Чебурашка будет невероятен Во-первых, у нас это чебурашка, мы не раскрываем секреты, как и что Это чебурашка сошел с экрана, скажем так Он наше живое существо, скажем, и поэтому мы уже относимся к нему как к живому существу Это не какая-то там картинка, это реально Не 3D-графика, да? Не 3D-графика, да Но хотя у нас 3D-графики тоже будет очень много Слушайте, а мерч какой-то будет, потому что это же тоже история такая популярная Безусловно В футболке с чебурашкой Никто не уйдет без... Не, ну там много всего, сейчас продумывается Просто оказалось, что это много всего и может быть очень даже популярно Конечно Нужно, да Я думаю, что люди найдут с чем уйти с этого шоу Поскольку это так все масштабно, может быть, есть момент такой, подключиться онлайн и посмотреть вас вот в каком-то другом городе или стране Ну так как у нас гастрольный, так как сейчас выстраивается гастрольный график и в него входит порядка 80 городов, которые нам хотелось бы посетить Расписание будет сделано позже Наверное, продюсеры подумают над тем, чтобы... Но онлайн не будет Ну а в конце концов... Категорично Пока, по крайней мере, первый год существования Потому что очень хочется сохранить какую-то интригу и чтобы люди живьем видели весь этот... Все это шоу, весь этот спектакль, получили живое впечатление А потом, не знаю Сценаристов много? Как вообще сложно написать? Да, это группа сценаристов и группа музыкантов во главе с музыкальным продюсером Сергеем Жуковым Это все большие коллективы работают над этим Это не то, что прям один кто-то сел, написал и так далее Потому что учитывается столько факторов Просто это невозможно От всяких там поворотов, декораций, подъемно-опускных устройств и так далее Вот это наполнение, оно, конечно, создается большой-большой командой А будут ли какие-то еще персонажи, знакомые нам по вселенной Чебурашки? Может быть, по мультфильмам, по книгам? Что-то можно открыть хотя бы чуть-чуть? Ну, конечно, всем знакомые и любимые персонажи Гены Гены киношные Гены киношные, да У нас Гена не... Мороженщица, да Все знакомые всем персонажи по фильму Да Вселенная Чебурашки Вселенная, то есть то, что в фильме, скажем так, оно сохранено То есть некая вот эта вот структура существования главных персонажей То есть узнаваемость их, она, конечно, есть Но есть и другие Например, крысы, которых нету в фильме А у нас замечательные крысы И художница Евгения Швец Она придумала таких крыс, которых еще никогда не было, мне кажется Тоже очень интересные Я помню, что Лариска была это в мультфильме А оказывается, у Лариски была семья Что с ней стало, друзья? Вот смотрите в шоу У нас сейчас небольшая музыкально-немузыкальная пауза После которой мы вернемся и продолжим разговор Если есть вопросы к режиссерам, к нашим гостям Плюс 7909-955-1030-смс-вотсап-вайбер Сообщения свои, пожалуйста, подписывайте Дорогие друзья, вечернее шоу «Полезное время» продолжается У нас в гостях режиссеры Нина Чусова и Андрей Кольцов Вопрос у меня для Нины Нина, как вы, театральный режиссер, стали заниматься шоу? Кто-то уговорил, кто-то предложил С чего все началось? Кто заманил? Да, я все время, ну, во-первых, я это не с нуля И у меня это не учусь на этом шоу Потому что у меня много Holiday Nice И с Stage Entertainment Ты много работала и так далее То есть шоу как бы уже в крови давно Поселилась Работаю, да И с специалистами, и заграничными, и русскими, и так далее Вот А знакомство с Натальей Локтевой, которая является продюсером этого спектакля, этого шоу Оно, конечно, было очень-очень таким необычным Потому что, ну, я как-то не очень верю в русские шоу Как бы составляющие Не верила, да Но она зарядила так энергией И такими какими-то своими идеями И тем, что ей хочется видеть И что это все не просто так Типа, а, кое-как сделаем, чтобы там бабла срубить А это было действительно какой-то идеей Сделать что-то такое новое и быть первопроходцами И это стало, наверное, очень главным таким отправляющим моментом для того, чтобы это дело вообще с нуля начать просто Просто вообще абсолютно с нуля И это было здорово Вот как-то все это все потихонечку по кирпичку по кирпичку строить этот дом Как пройдет премьера? Что там нам ждать на премьере? Расскажите Ну, во-первых, на премьере у нас на сцене 52 человека Более 100 Да 52 артиста 52 артиста, да И за кулисами более 100 человек Вот И среди них, конечно, это и танцоры, и акробаты, и жонглеры И актеры мюзиклов То есть и дети, и детский коллектив тоже есть Еще вот хочу, чтобы Андрюша рассказал про своих цирковых артистов Да и не только про цирковых, он действительно звездный состав На моей практике такого не было У нас в спектакле, в шоу принимают участие 5 заслуженных мастеров спорта Каждый из них трехкратный чемпион мира Многократный чемпион Европы, многократный чемпион России и так далее Ну, слушайте Мне посчастливилось Я счастлив с ними работать, понимаете И когда мне посчастливилось их выхватить, перехватить в их паузах Ну, моей радости не было предела Как Нина уже сказала, лауреаты золотой маски, многие актеры Да, например, Шбакляк, Оксана Костецкая, она вот Золотомасочная наша Также у нас участвует Андрей Гусев, который снимался в главной роли у Андрона Кончаловского И так далее То есть у нас много очень таких знаковых людей И, наверное, тоже для взрослых это будет тоже интересно Да, потому что увидеть их в каком-то другом ракурсе, в каком-то другом качестве И самое главное, что им это жутко нравится То есть они получают удовольствие от репетиции, от того, что они делают Наверное, все-таки где-то в крови вот сидит у нас, что нужно сделать для детей Что-то такое вот, какой-то подарок, что ли Я всю жизнь думаю о том, что в детстве нужно получить впечатление Потому что этим впечатлением потом наполнится вся твоя жизнь Вот если ты его получил, вот этот заряд апельсиновый, я не знаю, оранжевый наш заряд То ты потом вот все время будешь стремиться к такому вот, к чему-то светлому Оранжевому, солнечному Вот этого и хочется Ну и несмотря на то, что мы все взрослые Мы все равно в душе дети Конечно, конечно И чебурашку, и апельсины мы любим Будут ли апельсины? Мы поняли, что будет чебурашка Нет, чебурашка будет, да, и апельсинов будет много, и погружение в этот мир, в этот мир чебурашей, да Он начнется не на сцене, а сразу при входе, когда зрители будут заходить, они уже будут в апельсинах Мы знаем, что есть чебурашка, есть крокодил Геныш, и покляк, мороженщик, и не только Но ходят слухи, что будет и чебуратор Вот О, да Это что-то новое, Нина Наша такая придумка, чебуратор Это тот, кого создала шапокляк Ого В отместку Да Что она не получила Маленького пушистого чебурашка Вот, и это пусть будет таким вот Наверное, вау-эффектом у нас в спектакле И сюрпризом для зрителей Да, это такое некое такое существо Очень огромное, большое И может быть даже, но все равно у нас нет таких злых героев Может быть, только чуть-чуть неприятное, да Ну, на некоторое время Вот Но это такое технологичное, такое устройство Я думаю, что будет интересно и взрослым, и детям И меломанам будет интересно узнать, что 10 песен для шоу Написал легендарный Сергей Жуков Вот это тоже Мне кажется, больше 10 Больше 10 Больше 10 И мы плачем на репетиции Нина, что говорят дети? Они видели что-нибудь ваше? А вот сегодня, нет, мы еще ничего не видели А сегодня было два ребенка Приходила еще наша звукорежиссер с детьми, да И они еще, как бы у нас еще Фокус-группа все-таки Да, фокус-группа детская присутствует, да И они остались в восторге И даже без еще, без определенного света И каких-то там наших 3D всяких историй Вот, они все равно получили огромное впечатление Детям отдельный привет, готовьтесь Потому что родители после этой программы Непременно приведут вас на чебурашку В Москве или в других городах Мы еще, я думаю, расскажем, где искать информацию Сейчас сделаем музыкальную паузу После которой вернемся к разговору Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной Дамы и господа, вечернее шоу «Полезное время» продолжается И если вы только что присоединились, обратите внимание 27 июля в концертном зале Москва Расположенном в пространстве для развлечений и отдыха «Остров мечты» Состоится шоу про чебурашку Подробности я уже обнаружил на сайте Чебурашка.шоу Заходите, смотрите Ну а в гостях у нас режиссеры Нина Чусова и Андрей Кольцов В общем, сайт есть Можно заходить, можно выбирать не только Москву Но я еще обнаружил Казань Спасибо вам огромное И также Нина сказала, что Будет несколько городов, о которых узнаем чуть позже Правильно все? Да, да Все на сайте, вся информация там будет По ходу следования будет все появляться Конечно, конечно, да Для тех, кто обожает что-то сам сделать на мероприятиях Знайте, мы немножко приоткроем завесу тайны Будет кое-что интерактивное в Чебурашке Конечно, у нас много таких активностей У нас все ингредиенты Для все ингредиенты шоу Для идеального шоу у нас все ингредиенты Да Я думаю, что будет весело Ну, это веселая постановка, да Которая порадует взрослых тоже И детей, конечно, прежде всего Конечно, веселая Я же говорю, что жизнерадостная Да Я считаю, что вообще вот это Такие солнечные лучи Вот этот оранжевый цвет И это очень важно на сегодняшний день Слушайте, а как готовиться Вот за кулисье, например, серьезного спектакля И за кулисье веселого спектакля Вот тут как Ну, за кулисье оно и есть За кулисье Если спектакль сложный Спектакль оснащенный То, конечно, за кулисье тоже Это вообще отдельный Даже скажу не спектакль Это завод на самом деле То есть я даже не очень знаю Все цеха, которые у нас работают На этом проекте Да, потому что это огромное количество людей И огромное количество каких-то Нововведений Передвижений Бесконечных То это очень важная Вот техническая составляющая И команда техническая Здесь это тоже номер один Это очень важно, да Это важно Каждый отвечает за какую-то свою зону И в то же время Требуется некий творческий подход Потому что вкол-выкол не получится Здесь все одно с другим взаимодействует И с одной стороны это здорово А с другой стороны Иногда приходится даже воспитывать Эту команду Потому что у нас не приучены Как-то вот так люди К такому техническому Творческому союзу То есть либо то, либо другое А тут приходится Приходится всех немножко воодушевлять Что все стали творцами и художниками Даже какой-нибудь там монтировщик Но он тоже должен делать все очень с душой Театр становится технологичным Да, это хорошо Я вообще всегда за новой технологией Больше возможностей Больше возможностей передачи Какой-то мысли, энергии Потому что мир меняется А почему же театр должен оставаться На каком-то там уровне допотопном Душа, конечно, важна И душа это в первую очередь Но способы выражения Должны быть разнообразными Скажите по поводу души Я так понимаю, что там Артисты разных возрастов Насколько хорошо молодежь знает Чебурашку? Вот тут приходится рассказывать Что это вот там Чебурашка Чебурашка А ты что, Чебурашка? Еще из-за этого фильма Я думаю, сейчас никому не будет Конечно, они нам расскажут больше И скажут, исправят нас Если какой-то нюанс неправильный То есть у нас есть еще Хочу сказать, что вот этот детский состав И у нас Гриша Это дети, играющие Гришу Они вот прям настоящие артисты Они уже участвовали в каких-то Ну, в съемках фильмов Они участники различных спектаклей в театрах То есть это тоже специально подготовленные уже артисты Маленькие Потому что такое выдержать не каждому по силу Роли дублируются у артистов? То есть у вас несколько грехов Конечно, конечно, конечно Это обязательно, что готовится сразу несколько составов Потому что планируется каждодневное мероприятие Каждодневное шоу Это, ну, то есть очень важно иметь вот этот запас Дорогие Чебурашка-веды Тут необходимо сделать вводную такую часть Мы сказали, что есть уже новый персонаж Чебуратор И оказывается, Гриша тоже вот новый персонаж, который будет Ну, он не новый В кино есть Гриша, конечно Только он у нас тоже более другой немножко И более, наверное, активный И принимает... Выберемый на передний план Да, на передний план Он решает много вопросов С ним происходят различные изменения, метаморфозы То есть они у нас с Чебурашкой выведены совершенно на первый план И с ними случаются вот эти все приключения Слушайте, здорово Друзья, на сайте Чебурашка.шоу Есть фотографии создателей Есть и продюсеры Есть и композиторы И есть даже какие-то вот высказывания тех людей, которые готовят Новая современная площадка В крупнейшем в Европе парке развлечений И 3600 мест Просторный зал Все это в пяти минутах от станции метро Технопарк Так что добро пожаловать Проспект Андропова, дом 1 Там будет вас ждать новый технологичный Чебурашка Я желаю, чтобы у вас вот это Новый вид искусства Потому что мы уже поняли, что здесь и театр Здесь и технологии Здесь и прекрасные выступления чемпионов мира Все это Ну, такого еще не было С 27 июля Уже в следующий четверг Все дружно вместе встречаемся Для того, чтобы Душевно, ярко провести вечер Да Насколько примерно вы заряжаетесь? Сколько-то лет это будет идти? Как? Вот какие планы? Что продюсеры там? Как? Ой, не знаю Как бог даст Подольше пусть Подольше пусть будет, да Как можно дольше С наступающим вас праздником Мы вам очень благодарны И я думаю, что слушатели Радио Шансон Зайдут на сайт Почитают еще больше информации У нас в гостях были режиссеры Нина Чусова И Андрей Кольцов С наступающим Чебурашкой Спасибо 20 августа 20 августа 20 августа Будет день рождения Праздничный торт с вас Да, да Это было, друзья Предпраздничное полезное время Тем, кто влюблен в Чебурашку Отдельный теплый привет Мы прощаемся до завтра Любовь Володина Роман Шахов Счастливо, пока Полезное время С Романом Шаховым И любовью Володиной